Всем привет! Команда «Универньюз» приготовила для тебя порцию самых интересных новостей. Меня зовут Настасья Иванова. Сегодня в эфире. Казанский университет занял новое место в рейтинге лучших университетов мира. Определены победители президентского гранта. Лекцию для студентов прочитал Павел Басинский. Казанский федеральный университет продвинулся в рейтинге КУЭС. Подробнее в следующем сюжете. В международном рейтинге университетов Куакьярелли Саймонс Казанский федеральный университет занял 439-ю позицию. В рейтинге прошлого года КФУ вошел в группу 441-450. Университеты оценивались по шести критериям. Репутация в академической среде, соотношение преподавательского состава к числу студентов, репутация среди работодателей, индекс цитируемости и доля иностранных преподавателей и студентов. Здесь два фактора сыграли, скажем, движущую роль, движущую силу. Это, во-первых, соотношение преподавателей-студентов является одной из наиболее оптимальных в нашей системе. И второе – это та политика интернационализации, привлечения студентов иностранных. По критерию доли иностранных студентов Казанский федеральный университет сейчас занимает 355-ю позицию, продвинувшись на 89 пунктов. Здесь уже большая целенаправленная работа руководителей структурных наших подразделений, директоров институтов, руководителей факультетов и нашей международной службы и приемной комиссии, которая практически еженедельно объезжает все наши перспективные страны с точки зрения рынка наших абитуриентов. Самым слабым показателем у российских вузов является индекс цитируемости. КФУ занимается вопросом повышения данного показателя. Для этого университет поддерживает публикации в ведущих научных журналах, цитируемость которых находится на высоком уровне. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Представители компании «Блумберг» посетили Казанский федеральный университет. Темой встречи стало обсуждение создания лаборатории «Блумберг», в рамках которой студенты финансового профиля смогут повысить свою квалификацию и получить доступ к большему количеству данных. Подробности далее. 7 июня Казанский федеральный университет посетила делегация компании «Блумберг». «Блумберг ЛП» – один из ведущих поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансового рынка. Темой встречи стало обсуждение вопроса создания в Казанском федеральном университете «Блумберг Терминал», через который можно будет получить доступ к текущим и историческим ценам практически на всех мировых биржах и многих небиржевых рынках. Он может быть использован не только крупными компаниями, но и университетами для обучения студентов финансового профиля. Суть предложения состоит в том, чтобы попробовать предложить нашим студентам пройти обучение и получить сертификат «Блумберга» по работе с финансовыми рынками и маркетингом на финансовых рынках. Акбарсбанк, связи инвест нефтехим, нижнекамп с нефтехим и Аверсбанк и еще ряд финансовых структур, которые осуществляют деятельность на международном уровне, они имеют соответствующие терминалы и обучение». Подобная лаборатория поможет студентам, преподавателям и научным работникам университета получить доступ к огромному массиву данных, отраслевым и корпоративным отчетам и другой информации, необходимой каждому экономисту не только в работе, но и в учебе. Для Анны Шилова, Олег Абачаев, Универньюз. В Казани определили победителей конкурса на получение грантов президента Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований молодых ученых. Приятно отметить, что большинство среди награждаемых являются представителями Казанского Федерального Университета. Чем отличились наши ученые, расскажет Аделя Шимилова. В Казани завершилась вторая всероссийская научно-практическая конференция «Научное приборостроение. Современное состояние и перспективы развития». Ее участники обсудили тенденции развития отечественного и зарубежного научного приборостроения. Вопросы взаимодействия институтов и предприятий не обошло стороной данное мероприятие и младых ученых казанских вузов. На площадке конференции состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на получение грантов президента Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований молодых ученых. Церемонию закрытия посетила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Позлеева. Я хочу в свою очередь заверить вас всех, что Кабинет министров Республики Татарстан очень понимает ту необходимость ваших исследований, ваших работ, которые вы сегодня представляли. Приятно отметить, что большинство награждаемых являются воспитанниками Казанского федерального университета. Молодые ученые получат на развитие своих проектов по одному миллиону рублей. Проект, по которому мы выиграли грант, заключается в разработке лекарственных препаратов, с помощью которых мы активируем мутантные белки при опухолевых заболеваниях. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Известный писатель Павел Басинский выступил с открытой лекцией перед студентами Казанского федерального университета. Подробнее расскажет Мария Пенегина. Говоря про русскую литературу, вспоминаются многие великие писатели. О фамилии Пушкина и Толстого знают и ценят во всем мире. 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в Казанском федеральном университете прошла публичная лекция, посвященная Дню русского языка. 2018 год объявлен в Казанском федеральном университете годом творчества Льва Толстого. Именно поэтому и выступить перед студентами согласился известный писатель, критик и литературовед Павел Басинский. Толстой, он немножко шире любого времени. Толстой будет актуален всегда. Просто объективно, вы приедете в любую страну мира, и если вы скажете слово писатель, то первая ассоциация, которая возникнет у любого человека в любой стране, будет Толстой. А потом уже остальные. Толстой писатель номер один в мире. Лев Толстой является уникальным представителем отечественной литературы и студентом Казанского университета. Мария Пенигина, Олег Кашин, Лев Халиулин, Универньюс. Коротко о важных событиях смотрите в обзоре Олега Кашина. Общественная палата Российской Федерации выступила против строительства мусорожигательных заводов на территории России. В рамках проекта «Чистая страна» должны были построить пять МЦЗ, один из которых должен появиться в Татарстане. Общественная палата заявила о том, что температура обработки отходов должна быть выше 1100 градусов. Вместо строительства МЦЗ предлагается создание государственной компании, которая бы занималась переработкой отходов для производства вторсырья. Ведущий научный сотрудник кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета удостоен звания «Почетный гражданин Казани». Урал Закиров получил это звание за активную общественную деятельность, вклад в развитие науки и отечественной космонавтики. В день рождения Пушкина отличники и организаторы «Тотального диктанта» встретили, чтобы получить свои заслуженные награды. Казанский федеральный университет организовал самую большую в Татарстане площадку для проведения акции. В число награждаемых вошли как студенты Казанского университета, так и руководство Института филологии и межкультурной коммуникации. Спортсмены Казанского федерального университета участвуют в спартакиаде в Беларуси. Соревнования пройдут до 10 июня. В забеге на 100 метров серебряная медаль досталась ведущей универньюс Орегине Якуповой. Олег Кашин, Универньюс. Автор бестселлера «Зулиха открывает глаза» Гузель Яхина презентовала свою новую книгу «Дети мои. О жизни поволжских немцев». Чем роман уже успел заинтересовать читателей, узнаете в следующем сюжете. В Казанской ратуши состоялась презентация новой книги «Дети мои» Гузель Яхиной. Гузель Яхина является лауреатом литературной премии «Большая книга» и «Ясная поляна» за роман «Зулиха открывает глаза» автором текста «Тотального диктанта-2018» и выпускницей Казанского федерального университета. Презентация состоялась в рамках года Льва Толстого в республике Татарстан, а также в день рождения великого поэта Александра Пушкина и день русского языка. Необыкновенный роман стал продолжением любимой темы автора. Удивительное сплетение этносов, культур, народов и людских судеб. Книга «Дети мои» вышла в свет в 2018 году. В новом произведении Гузель Яхина раскрывают тему трагических событий, причудливого фольклора и жизненного уклада поволжских немцев. Действия романов «Зулиха открывает глаза и дети мои» происходят в ранние советские годы и охватывают большой период времени, в который, по словам Яхиной, произошли важные для России события. Время, пока это ранние советские годы. Что же касается тем, которые затронуты во втором романе, то здесь, ну я позволю себе сказать, что мне кажется, второй роман все-таки более глубоким, чем первый. Я надеюсь, что он так получился, но тема действительно похожа, есть перекличка тем, тема маленького человека на фоне большой истории. Мария Пенигина, Леонард Авлетьяров, Универньюз. Это все новости на сегодня. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!